Вечер у окна, но ты уже не одна. Да, уже вечер, и в часах у меня показывает 10 часов 54 минуты, это значит уже гостиница закрывается. Вот пока живу, уже третий месяц, работаю. Ну как бы работа уже поднадоела, хочется отдохнуть, но деньги как-то надо зарабатывать. Я уже в Твиттере писал, что я с Андреем не могу жить вместе, но если он бы захотел, он бы уже давно перешел, как бы переехал в другое место. Я этого не хочу делать, поэтому можно потерпеть, можно найти решение и жить вместе с человеком, который тебе не нравится. Но то, что здесь есть в Риге, работа, это большой плюс. Я здесь в Риге увидел. То есть может много что не устраивает, не нравится, но ради работы все-таки человек готов в другой стране работать. Люди остаются люди, а работа остается работой. То есть надо как бы понимать, в чем разница. Другое дело, когда начальство или как я рассказывал, в прошлом году есть мастер, руководит какой-то бригадой, и он вас не устраивает. Вы, конечно, можете сказать, нет, работа не нравится, вы можете поменять работу. А если у вас устраивает работа, хотя это громко сканерная работа не может устраивать, потому что большинство людей и так и так вынуждены идти работать и прокармливать свою семью. Вот такой вот я локачу. Снять я его снимаю. Вот, как обычно сюда прихожу, никого нет и могу блок снять. Вот готовлю пайку, рейс. Немного не одиноко, но с другой стороны, может быть, нужно немножко побыть одному. Вот, понять, с чем лучше быть одному. Я вообще хотел один как-то жить, ну, когда приехал в Риву, но так получилось, что живу с Андреем вместе. И не, как бы, реально, как бы, некомфортно с ним. Вот. Что еще рассказать хотел? Даже не знаю. Может, и больше не надо в этом логике что-то рассказывать. Вот расскажи это в следующий раз человеку у окна.